Аида Петровна, слышите ли вы меня? Слышу. А вы меня слышите? Да, я вас прекрасно слышу. Я очень рад вас видеть, очень соскучился. Давно хотел сделать с вами эфир, просто искал повода, вот такой вот повод нашли. У вас 9 утра, да? Да, 9 утра, точно. Мы не слишком вас рано разбудили. Ну, я сама рано проснулась очень, даже слишком. Да, ну хорошо. Коллеги, Аида Петровна Зябликова, режиссер, режиссер анимации, режиссер таких фильмов, как «Муми, тролль», другие, «Следствие ведут колобки», «Похищение века» и «Следствие ведут колобки», «Следствие первое», «Дом для кузьки», «Приключения домовенка», «Возвращение домовенка» и так далее, и так далее. Я всю-всю фильмографию зачитывать не буду. О, она убежала. Нет, вернулась. Можно курить, если хотите. Возвращение, развлечения? Можно курить, если захотите. И сегодня мы будем говорить о сценарии анимации. Тоже сейчас я открою чат на случай, если возникнут какие-то вопросы, то пишите в чате. Вот в том, что касается, как вам кажется, вернее, давайте так, с чего начинается работа над анимационным фильмом? Вот первым толчком, что является? Ну, сценарий – это интерес режиссера, потому что я не сценарист. Мне интересна точка зрения режиссера на историю. Самое главное, как заинтересоваться сценарием, это обратить внимание на оригинальную идею. Дело в том, что вообще мне много лет, очень много, ну и я, можно сказать, представитель эпохи паровоза, поэтому я снимала мультфильмы в Советском Союзе еще. Вот. И это были небольшие короткометражные мультфильмы, чем, собственно говоря, и прославился Советский Союз. Замечательные были времена. Вот. И самое главное в этом короткометражном фильме – именно интересная идея, которую можно развить. Собственно говоря, я могу дать совет сценаристам, понимая, что найти режиссера, который бы понимал тебя достаточно хорошо, довольно трудно, но поэтому не думать за режиссера, а просто написать историю литературно. Вот. А дальше можно вместе с режиссером как-то это все пытаться сделать. По крайней мере, такой у меня опыт. Сейчас огромное количество уже громадных, полнометражных, развернутых мультфильмов, которые очень, да уже почти реалистичные. Поэтому для них сценарий примерно такой же, как, по таким же принципам пишется, как и для игрового кино. Хотя, конечно, персонажи гротескные, события обычно какие-нибудь волшебные. Поэтому я даже тут не могу сказать, я не снимала таких больших фильмов. Я снимала большие, и даже были маленькие сериалы. Поэтому самое главное, вот, заинтересоваться, чтобы сценарием режиссера нужна идея, которую можно развить. Ну, а идея, она, это чаще всего что? Это какое-то литературное произведение, сказка какая-то, да? То есть вот откуда оно берется? Да, это бывает, конечно. Конечно, когда некуда деваться, берешься за литературные, известные литературные произведения. Но гораздо интереснее, когда вдруг приходит какая-то оригинальная идея. Вот расскажу. Один человек мне рассказал идею про маленького карманного вора, который был такой маленький, что помещался в кармане. Он воровал, лазил по карманам в автобусе, по кошелькам, и там, значит, охотился на это дело. А потом однажды кошелек захлопнулся, его принесли домой, и он как мышка выскочил из этого кошелька. Да, и там продолжается история, когда трое в семье, мама, папа и маленькая девочка, воспринимают этого жулика маленького. Причем договорились мы так, что папа относится к нему как к трудновоспитуемому человеку, а мама относится как к мыши, которых она страшно боится, даже больше того, как к вредному насекомому. Она пытается его этим дезинциталем забрызгать. А девочка относится к нему как к птичке. Вот она ему сыплет корм, его зовут Коля, 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 Коля. Это, конечно, очень хорошо развиваемая идея. И даже такая, она, причем, фильм вышел, он называется «Карманник». Это была бомба, я вам скажу, в 90-м году, когда как раз нам разрешили как бы все, и вот это вот все, под все это попал фильм про «Карманника». Причем, я вам скажу, я пошла к редактору, показала эту вот тему, идею, она ужаснулась, сказала, а что тебе тут нравится, это же ужасно, как это можно проворок снимать, мультини, впервые. Я пошла к редактору повыше, и она тоже говорит, нет, я глубоко тебя уважаю, но делать это не надо, потому что это я не представляю, как это можно. Я пошла к самому высокому редактору, он сказал, ну вот мы это точно делать не будем. А я сказал ему, ну мне очень хочется. Он говорит, ну и черт с тобой делать. Коллеги-режиссеры даже, значит, на худсовете все меня страшно отговаривали, потому что, ну, понимаете ли, невозможная такая ситуация, мультипликация провора. Вот, причем в каком-то таком довольно положительном ключе. Он, конечно, маленький, он плохой, но он все-таки человек, и с ним надо по-человечески вот так примерно общая идея. То есть получается, что самое главное это герой, да, то есть так же, как в случае, там, допустим, с этими самыми, с домовенком Кузя, да, тоже. Там есть интересный герой, да, то есть вы за героя зацепились, да, и дальше с героем уже что-то может происходить. Да, это, конечно, желательно, потому что именно герой и запоминается. Особенно вот Домаёна Кузя, он еще был в четырех сериях, и он по-разному проявлялся в разных местах. Даже помыли его там в одной серии. А? Даже помыли его там в одной серии. Да, в одной серии. И интересно то, что этот фильм семейный, и он интересен и для взрослых, и для детей. Есть два разных уровня. Для ребенка, когда вся жизнь происходит под ногами отдельно от взрослых, и для взрослых, которые видят некие намеки такие на нашей реалии. Это интересно, кстати говоря, потому что, ну, ребенок чаще всего, да, я понимаю, что, наверное, может, конечно, быть ситуация, когда ребенок включает телевизор и смотрит там что-то, да, но чаще всего в какой ситуации смотрится мультик. Когда, например, не знаю, ребенка надо покормить, да, то есть его надо удержать, зафиксировать, чтобы он там, не знаю, 10 минут был неподвижен, да, а не бегал по потолку по квартире. И, соответственно, ему надо включить вот этот мультик и быстренько в рот эту кашу напихать, вот. И таким образом, вот, ну, я все-все-все эти мультфильмы пересматривал, когда у меня мелкому было года два, вот. И получается, да, что самое интересное, чтобы вот этот вот взрослый уровень, да, потому что во взрослой жизни очень много травмирующих вещей, да, вещей и отношений, которые ребенка травмируют, да, например, не знаю, взрослые ругаются, ребенка это травмирует. Взрослые занимаются сексом, ребенка это травмирует. У взрослых не хватает денег на то, чтобы, там, неприятности на работе или еще что-то, да, то есть обычные, для, вообще, для людей это обычные какие-то вещи. Но когда ребенок узнает о том, что, например, там, мама и папа ругаются, для него это очень большая травма, да. Вот мне интересно, как вот эта вторая взрослая линия выстраивает, как ее выстроить так, чтобы не травмировать ребенка? Ну, в основном, по крайней мере, в Кузьке, вот это было очень видно, две, два уровня восприятия для взрослых. Это вообще смешная ситуация, потому что там три персонажа, девочка, которая воспринимает этого домового, домовенка, как своего дружка, который, да еще она однажды говорит, раньше Кузя был моим идеалом, но вот теперь как-то испортился примерно так. А теперь там есть Баба-Яга бездетная, которая, с одной стороны, ей нужен хозяин в доме, потому что избушка на курьих ножках от нее бегает из-за беспорядка, и она гоняется за ней, и вот идея, что должен хозяин в доме, а потом, заполучив Кузьку, она относится к нему как к ребеночку, она его текешкает, лялькает, сюсюкает с ним, от чего Кузька отбивается. Таким образом, вторая женская сущность, мужчина как ребенок нужен. И третья – это ворона, которая затащила его к себе в гнездо и просит заниматься с этими воронятами. Таким образом, как Баба-Яга там выкрикнула ей, кому ты нужна со своей оравой. Таким образом, взрослым смешно, они понимают. И они понимают, что под их ногами происходит жизнь. Я вам скажу, самая для меня приятная реакция была тогда полтора года ребенку, как он смотрел Кузьку. Вот, я вам скажу. Значит, смотрел совершенно спокойно, пока не увидел ноги взрослых и крутящийся под ним девочек. Он возбудился, закричал, стал показывать пальцы. Это ему было знакомо, даже такого маленького. Он не понимал сути там, но главное, чтобы... Увидел знакомый кадр. Да, да, да. Я писал сценарии анимационные для вашей ученицы Ани Шипиловой. Два фильма мы с ней сделали. «Золотые яйца», новая версия «Курочки Ряба» и фильм «Затмение». И это сложная была достаточно работа. И для меня сложная. Там, каждый сценарий... Это 6,5 минут оба фильма. Работа над каждым сценарием заняла где-то около года. И вот интересная штука. Я вообще умею писать диалоги. Я не то, чтобы вам собираюсь пожаловаться на Аню. Да, да, да. Но... Она избегала диалогов, да? Там нет ни одного диалога. Да, то есть... И я просто... Я до сих пор так и не понял, где и в какой момент, почему... Почему диалог перестает работать в анимации. При том, что там сценарий плотности неимоверной. Там в каждом кадре столько всего накручено, наворочено. И как только у нас появлялся диалог, он убивал все. То есть мы закадровый голос пробовали вставлять, пробовали диалог. И он сразу же все убивал. То есть мы в итоге отказались от него полностью. Я думал, может быть, дело в том, что в рисованном фильме, да, это рисованные фильмы, и там объекты могут вести себя вообще как угодно, да. Они могут увеличиваться, уменьшаться, да. То есть там все, что угодно может быть. Там пробка из-под бутылки может начать, там, не знаю, стать размером с вселенной. А в кукольном фильме, да, там объекты стабильные, да. То есть они неизменные, да. То есть если он вот такой, значит мы принимаем, что это живое существо, которое выглядит вот так, у него вот такие вот физические характеристики, да. И вот тогда от кукольного домовенка, скажем, да, мы его можем идентифицировать с, как бы, с человеком. Думал, может быть так. Но ведь с другой стороны, опять же, есть там, скажем, смешарики, да, в которых, или есть Винни-Пуу, да, в котором тоже вполне себе, вполне себе диалог существует. Вот как вообще, есть ли тут какое-то правило по поводу диалога? Вот это интересно. Я задачен, честно скажу. У вас интересно. Я вам хочу сказать, что среди аниматоров, по крайней мере, короткометражных фильмов, существует убеждение, что от диалогов надо избавляться. Потому что самое главное действие. На своем опыте я убедилась, что бывают и такие фильмы, и диалоговые фильмы. И дело не в том, что кукольные, а кукольные ждут диалогов. Хотя, да, вы правы, чаще в кукольных фильмах именно диалоги работают. Да, это статиста подходит. Мне пришлось делать и то, и другое, избавляться от диалогов. Я помню, сейчас вам скажу. Значит, мой первый фильм про Моми Трофе. Ну, это первый фильм, как режиссера. До этого я была мультипликатором. А мультипликатор – это человек, художник-актер. А персонажи должны играть, играть они должны интересно. И мы в Авгике, у нас было актерское мастерство и пантомима. Те же самые преподаватели, которые были у актеров, с нами занимались. Хотя, вообще-то, эти люди, мультипликаторы, они художники. Они должны рисовать персонажа во всех поворотах. Вот. И я училась рисованному мультфильму. Да. Ну, потом как-то вот понравилось кукольным. Вот. И поэтому интересно получается, что мы актерски изучали пантомиму. Потому что актерский голос мы получали в расшифрованном виде, как мультипликаторы. Расшифрованные на кадры. И потом играли пантомиму под этот голос. То есть сначала был голос, под который вы накладывали картинку, а не сначала картинка, которая озвучивалась. Да, да, именно так. Правда, потом, в конце фильма, бывала перезапись. Иногда, кажется, что неудачно записаны, перезаписывали или актера, или того же самого актера, но немножко иначе под картинку уже. Ой, да, бывало. Вот. И вообще это интересный вопрос, вы действительно задали, я долго над ним думала. Мне приходилось немало с собой даже писать диалоги. Очень смешная история была у меня. Вот сейчас расскажу, может, посвященную будет. Уже поздний такой мультфильм, в 2007 году, для меня это поздний, был предпоследний мультфильм. Называется «Кролик с капустного огорода». Ко мне обратилась Лена Ливанова, замечательный художник, замечательный просто из лучших художников союзмультфильма. И она же жена нашего замечательного Василия Ливанова, который наш любимый Шерлок Холмс. Она предложила мне почитать сказки Василия Ливанова, а он написал целую книжку. И говорит, давай сделаем сказку. Смотрите, хорошая сказка. Я почитала, действительно мне понравилась. Очень хорошая идея, интересная. Расскажу сейчас, можно рассказать? Да, 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 конечно. Он написал ее в третьем лице. Жила-была одна женщина, у нее не было детей. Она очень хотела ребеночка, лучшего мальчика. И она по этому поводу обратилась к аисту. Она слышала, что аисты приносят детей, и попросила принести ей ребеночка, лучшего мальчика. А аист вырос на болоте, он не знал, где берут маленьких человеческих детей. И он спросил лягушек. Они ему сказали, что детей берут в капусте. Он полетел на капустное поле, поискал и нашел там кролика маленького. Принес этого кролика женщине и убедил ее, что это и есть ее сыночек. Она посомневалась, однако кролик был такой хорошенький, и она его усыновила. И стала она его растить, как сына. Кролик оказался очень умным. И он научился очень быстро читать. Читал он сказки в основном. И так развился, подрос когда. И он особенно любил сказки про принцев, про принцесс, про королей, что когда он уже стал подростком, он объявил маме, что он уходит из дома искать свою принцессу. И пошел, в общем, пока он шел, там у него были какие-то приключения, и пришел он на это самое капустное поле и увидел там кроличиху. И влюбился в него. Он решил, что она принцесса. Там долго выясняли, он не принцесса, не принцесса, но, короче, он на ней женился. У них было много детей. И он иногда рассказывал своим детям сказки про то, как он жил раньше у женщины и потратил зря время. Печальная такая сказка. Мне понравилось. Я сразу прочитала себе этого кролика, который повторяет путь наших детей. Но написано это было от третьего лица. Жила-была одна женщина. Но я не могу этот текст употребить в этом случае, потому что это же тоже будет радиопередача, рассказ. Что иногда бывает в фильме, что не приветствуется у нас, когда за кадром рассказывают эту историю. Поэтому мне надо было разыграть. И я начала придумать, как это разыграть, причем в диалогах. А как иначе? Так мне нравилось. Я так смеялась сама, когда писала. Каждый день я звонила редактору нашей замечательной Наташи Абрамовой и рассказывала ей очередной эпизод. Мы обе смеялись. И я думала, я написала гениально. Дальше. И все время спрашивала Лену Ливанову, ну, когда пойдем, показывают Васе историю, она говорит, ну, еще не время, еще не время. Уже мы начали делать. Я написала сценарий. Куклы уже мы стали делать. Мудрый редактор. Вот. Нет, это не редактор, это жена. А, все, понял. Я сказала, что не время. Почему не время, я не знаю. Вот. А я думала, ну, что же, он должен посмотреть. И думала, что он просто рухнет от восторга. Как я здорово написала. Вот. И, значит, мы уже стали делать персонажей, уже декорации, все это готовится. И Лена говорит, Ливанова, которая жена, да, художник она на этом фильме, замечательный, говорит, ну, пора. Мы, значит, договорились, Вася поговорит насчет сценария. Она дала им прочитать. Почему так поздно, я не знаю. И, значит, это Рогессия радостно сообщила редактору. И вдруг вижу, что она дрожит просто мелкой дрожью. Я говорю, что случилось? Она говорит, боюсь. Чего ты боишься? Она говорит, автора. Почему? А что от него можно ожидать? Она говорит, а всего чего угодно. Он человек совершенно непредсказуемый. Я говорю, да ну что ты? Так это было смешно. Так мы с тобой веселились. И, короче, я пошла к ним домой. А живут они на Тверской. И пока я шла по дороге, я стала размышлять о том, как отнесется Василий к этому сценарию. И вдруг поняла, что точно он не примет ничего. Потому что в голове его сложилось... Так устроен человек, может быть, вы это знаете. Если в голове сложилось так, то все это... Я все оставила его в сюжетной линии, все. То он не примет другой трактовки. Вот я убедилась в этом. Вернее, даже и по себе я помню, что трудно, когда перекурочивает твое понимание истории. И вот этот вопрос, как с автором-то работать, интересно. И так по дороге я поняла, что он не примет. И подумала, что делать. И решила, а я откажусь. Потому что мне ни копейки еще не платили. Я не стану снимать, и все. И так я, значит, как-то успокоилась. Отважное решение. Да, пришла. Значит, Вася очень любезно меня принял. Садил за стол, за чай. Мы сели, он взял сценарий и стал читать по-фразово. Как прочитает первую фразу, так ее и отменит. Как вторую, так и отменит. Очень нежно, очень ласково со мной разговаривает. Но так как я уже была к этому готова, то на середине я рассмеялась и сказала, Вася, а есть ли тут хоть что-нибудь, что вам понравилось? Он говорит, есть. И сказал мне одну фразу. Но я вам могу сказать эту фразу, но только надо знать в контексте, в каком. Значит, вы уже знаете сюжет. Вот Аист очень гордился тем, что он принес ребеночка и наблюдал, как его воспитывают. А у него было свое гнездо. Это, по-моему, я додумала уже там. Аистиха и его дети. И он Аистихе говорит, послушай, мы участвуем в великом процессе воспитания человека. Посмотри, какой он вырастает умный, талантливый. Говорит на разных языках. И это, значит, такое наше достояние. А он еще, он все умеет. Он мыслит. Не то, что наше, говорит он. Тут его Аистиха вскинулся и говорит, а что наше? И тот ответил, только есть просит. И вот Васе понравилась только одна фраза. Только есть просит. Значит, вот так мы дочитали это до конца. Он все это раскритиковал, кроме одной фразы, да? Дальше я думаю, а, ничего, откажись и все, ничего страшного. Милейший человек Вася, которого мы все очень любим. И я так же восхищалась его просто буквально с глубокой юности. Ну, в общем, я поняла, почему. Отзывает меня в другую комнату плена и говорит, все нормально. Фильм должен быть смешным. Убираем три самые провокативные фразы и снимаем. Что мы и сделали. Дальше Вася совершенно не интересовался, что там снимает. Я так и не знаю, как он относится к фильму. Скорее всего, ему не понравилось. Я не знаю. Вот. А мне он очень нравится. Посмотрите, в случае называется «Кролик с капустного огорода». Тем более, что там каких только звезд нет. Голоса записывают знаменитые артисты. Я, например, долго высчитывала, кого бы пригласить, голос какой, на роль мамы. Нужно было очень положительные, чтобы положительные чувства вызывал. Такие вот, сердечные. Что бы это мог быть? Что вы думаете? Я пригласила Веру Васильеву, которая в это время 80 лет была поражена. Когда она пришла, красавица, богиня просто. Глаза светятся, как изуруны. И голос совершенно молодой. Вот просто очень подошло, действительно. Там был еще Александр Ленков, Николай Бурляев. Да, там еще и песни написал Эйтин. Кто еще? Композитор Геннадий Гладков. Вот потрясающий человек. Я была поражена. Тоже ему было около 80. И это был такой бурный темперамент. Он так разговаривал. Ну, просто. Со страшной скоростью. Очень яркий человек. Ну, в общем, короче говоря, сняли. Что сняли, то сняли. Правда. Время-то было такое. Это был 2007 год. Денег мало. Мизер просто. Поэтому. И надо было очень быстро сделать. А как уложиться в эти сроки? Потому что чем быстрее снимут, тем меньше заплатят режиссеру. Мы же получаем зарплату. Вот. Поэтому я предложила своей бывшей однокурснице сделать вставки. Такие перекладочные. Как фантазии этого кролика. И причем я так спланировала, чтобы эти вставки можно было вырезать потом. Потому что я не знала, что будет. И, в общем-то, мы уложились и в срок, и в метраж. А вставки, да, я дома вырежу их. Но на самом деле, просто это были компьютерная перекладка. Она технически не очень была. Тем более сейчас смотреть это. А вот куклы там замечательные. Все делала Лена Ливанова. По сказке Василия Ливанова и так далее. Ну, я на самом деле, просто я всегда думал, что вы же работали в творческом объединении экран, да? Я правильно понимаю? И мне казалось, что всегда было такое разделение, да? Союзмультфильм, он делал, ну, что называется, фестивальное кино, да, такое, и в основном рисованное. А творческое объединение экран делали в основном дешевые кукольные, да? И куклы были именно из-за того, что они дешевле. И делали для показа по телевидению. Или это я неправильно понимаю? Союзмультфильм делал и рисованные, и кукольные. И надо вам сказать, что кукольные были... И были две отдельных здания для этого. Кукольные фильмы, союзмультфильмские, делали на Арбате. Там церковь такая была. Знаете, церковь, которая написана на картине... Московский дворик, знаю я это помещение. Да, я знаю это помещение, да. И там работал Норштейн, и он на кукольной студии, и он с кукольной работал. А рисованные на Кореевской, да? Да. А у нас и тоже было и то, и другое. Но говорят, что кукольные наши были посильнее, чем рисованы на телевидении. Ну, вот как запомнилось, именно запомнились кукольные, именно творческое... Да, да. Я могу картинку помнить. Творческое объединение, экран. Но надо вам сказать, что вот про этого ролика это было сделано в Союзмультфильме уже. Я ведь работала и там, и там. Было дело там. В разные периоды жизни. Вот. Так что... Ну, вот смотрите, у меня на самом деле складывается ощущение... Помните, мы с вами пытались сделать лабораторию в Союзмультфильме, да? Сводить сценаристов с режиссёра. Да, 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 правда. И в итоге довольно неплохие ребята вышли из этой лаборатории. Например, Лёша Нужный, да? Который сейчас снимает уже там, по-моему, 50-й уже полный метр. Да, вот он был на этой лаборатории. Так что, по крайней мере, одному режиссёру мы путёвку в жизнь в каком-то смысле, можно сказать, дали. Хотя у него и так бы всё было в порядке. Но, вот, опять же, да, я... У меня такое ощущение, что роль сценариста в анимационном фильме, она даже не то чтобы служебная, да? А что всё-таки источником творческого движения, да, творческого развития истории всегда является режиссёр. Почему? Потому что языком в анимации является не слово, да, а языком является картинка. И писать, да, то есть, это всё равно, что, я не знаю, плясать об архитектуре, да, то есть писать словом, описывать картинку. И режиссёр, создавая сценарий, он в голове выстраивает какое-то движение этой картинки. А сценарий – это просто фиксация развития этой истории, именно вот как меняется картинка. Отчасти так, но и не всегда. И есть совершенно текстовые... Ну, вот Домаёна Кузька все вспоминают эти реплики, правда, которые мы придумывали. С одной стороны, мы взяли это из рукописи Александровой, которая написала довольно объёмную такую книжку. Вот. С другой стороны, пришлось... Но Александрова умерла, вот такая штука. И причём такая печальная история. Мне показали руку, то есть, книжка не была напечатана в то время, и сказали, посмотри, почитай, если тебе понравится, может, сделаешь кино. Я прочитала, мне понравилось. Я сказала, я возьмусь, пожалуй, но только, поскольку я сейчас пока работаю над другим фильмом, я вот его закончу, и после этого мы будем звонить автору. И я когда закончила этот фильм свой, который в это время делал, позвонили и попали на её похороны. Вот. Вот такой вот случай. И, короче говоря, пришлось уже работать вот что есть. На первом... Диалог в книге и диалог в фильме – это же совсем не одно и то же, да? То есть он даже по другому принципу работает. Там было много построенных диалогов, я их воспользовала. Но пришлось ещё и додумать. Мне пришлось пригласить ещё сценариста, Марину Вишневецкую, с которой я дружила, и мы друг друга понимали. А она дописала нового персонажа Ворону, например. Очень она украсила это всё. И там в общий смысл она держала всё это дело. И, конечно, там какие-то остроумные были реплики. И я дописывала эти реплики. Некоторые говорят, повторяют, потому что мне приятно, что я их придумала. Так что вот такая вот совместная работа была. Так что репличные есть фильмы. Вспомним фильмы по сценариям Успенского, а они ведь в основном репличные. Да. Работа с актёрами. Вот вы упомянули, да, то, как работали. А вообще, вот мне интересно, у актёров какая мотивация работать над анимационным фильмом? Да, то есть я понимаю, что если ты снимаешься в кино, да, твоё лицо все видят, твою фамилию все читают в титрах. А тут тебя нет, да, по сути, как бы, даже если там как-то ты в титрах, да, заметен, то всё равно тебе нужно отказаться от своей индивидуальности, по сути, да. То есть нужно создать что-то совершенно другое, да. То есть, скажем, Винни-Пух, да, он не равен Леонову, да. То есть это что-то вообще совершенно другое. Он там не узнаваем. А сегодня же актёры, вот смотришь какой-нибудь, не знаю, не хочется имена называть, Пётр Петров, актёр, озвучивает какого-нибудь, какой-нибудь Мадагаскар, прости господи, да, вот какой-нибудь анимационный фильм. И он, видно, что у него есть свой имидж определенный, да, такого мачо-мачо, да. И вот он изо всех сил старается сохранить узнаваемость своего голоса, да. То есть он играет, условно говоря, не Лемура, а играет актёра Петра Петрова, который озвучивает Лемура, да, чтобы обязательно осталось вот это узнавание. Да, вот как, мне интересно, вот как актёры... Знаете, вы меня удивили, я первый раз об этом слышу, мне не приходило это в голову. Я вам хочу сказать, что самые знаменитые актёры с удовольствием бежали записывать на саму-мультипликацию. Можно было сказать любого. Правда, правда. Потому что я вам хочу сказать, Леонов гениальный актёр, как Старик Леонов, так Винни-Пух. Ну не так ли? Табаков, Коп Матроскин. Да, согласен. Кто ходит в театр, кто не ходит, всё равно всё знает. И поэтому любой... Вот вы знаете, что? Я вам сейчас расскажу просто, это комичная история. Первый фильм, как режиссёр, я очень волновалась. Я, правда, потом актёру всех предупреждала, что я не режиссёр, я художник. Это потом я стала уже более опытным человеком. Но, значит, первый фильм мой, как режиссёр, это Момитроли. И что-то мне пришло в голову, что мне нужен Юрий Яковлевич. На роль Стус Мумрика. Ну скажите, от большого ума, понимаете? Я обожала Яковлева. Я просто, значит, вот для меня это просто князь Мышкин. Ну что вот. А у меня была ассистентка, который, значит, ну у каждого режиссёра ассистент, который звонит актёрам, договаривается, записи, всё такое. И ассистентка была очень красивая, очень красивая женщина. И поэтому, значит, да, я ей говорю, пожалуйста, пригласите мне Яковлева на роль Стус Мумрика. Она говорит, как? Он такой занятый. Как это? Как это? Я говорю, Оля, вам надо только показаться ему на глаза. И всё. И любой самый великий, самый знаменитый побежит за вами на край света. Этим я её очень убедила. И через некоторое время Яковлев действительно был приглашён. Но больше того, я так трепетала перед этим великим актёром. Я так переживала и боялась опростоволоситься, первый фильм к тому же, да, что вот перед самой записью я вижу сон. И сон такой, что я его уже записала, голос, и мы с ним едем куда-то за город к моей подруге на дачу. Приезжаем. Она встречает нас очень церемонно. У неё через руку перекинуто полотенце. И она приглашает его и вручает ему полотенце. Он берёт это полотенце и, да, и зубная щётка в стакане. Он берёт зубную щётку, берёт полотенце и уходит в ванную. Значит, возвращается. Я думаю, теперь моя очередь. Я беру это полотенце, беру эту зубную щётку и иду в ванную. Оборачиваюсь и вижу, как у него на лице такое исказилось лицо от отвращения. И он говорит, что это такое? Пойдите, купите себе зубную щётку. И я говорю, ой, какой кошмар, какой позор. Значит, какой ужас, какой ужас. И всю ночь, значит, перед пробуждением я бегаю как бы по каким-то галантериям, ищу за мной ещё. Когда я просыпаюсь в холодном поту от ужаса, и понимаю, что это сон, я начинаю смеяться, потому что я понимаю, что так я боялась оплошать, что, значит, мозг подсказал такую щепетильную вещь, как за мной. И вот я прихожу на студию, и уже вся нарядилась себе себя, и слышу голос Ольги, она говорит, «Аида Петровна, вот, значит, актёр пришёл, и дед Яковлев, очень высокий человек, и вижу, что он в таком белом свитере, что лицо серое, просто потому что там освещение такое на телевизоре. И как-то я успокоилась, да, нет, а меня душит смех, потому что, как увидела, я опять этот сон вспоминаю. Пожимаю руку и говорю, «Ну вот, значит, это Мометроли, вы читали про Мометроли?» Он говорит, «Нет, может быть, моя дочь читала». И я, начиная ему рассказывать своими словами, начинаю махать руками, увлекаясь, он смеётся, говорит, «Ну, вы это могли и сами поозвучить». Я говорю, «Ну что вы, я не актриса, значит, и всё такое». Дальше мы идём туда, в этот, как это называется, в студию звукозаписи. Я за стеклом, перед ним текст, он его видит впервые. Они вообще не читают до этого, это вот потом выяснилось. Да, это такое. Они, кстати, взяли, вот для мультипликации, вот где в тексте всё. Ну, там, расскажешь ему, что к чему. И он начинает читать. И от первых слов тут же, а первые слова были с носом, такие, «Ты чего орёшь?» И он вдруг говорит таким яковлевским голосом, «Ты чего орёшь?» И я упала там со смылью сразу, вот, потому что я слышала только Яковлева, никакого не со смылью. Он прочитал этот весь текст, причём один без партнёра. Я сбегаю в студию и говорю, «Это, знаете, гениально, но только, вы знаете, всё-таки он подросток, прочитайте более отрывисто». «Хорошо», — говорит он. Он прочитал отрывисто, но уже пережал в другую сторону. Я говорю, «Знаете, в следующий раз, вот как-то что-то среднее, он всё-таки и романтик». «Хорошо», — говорит он. Прочитал, как романтик, точно я слышу, как будто это я говорю внутри себя. Вбежал, говорю, «Это гениально, как это у вас получается? Просто вот необыкновенно. Он доволен, говорит, «Хорошо, я рад, что вам понравилось. Всем пожал руки, все очарованы». И ушёл. «Приглашайте, когда вам понадобится». Я потом посмотрела это с куклой. Прослезилось. Ерунда. «Голос из нас мумрит». Понимаете? Это совершенно не то. Вот. Ну а что делать? Вот я потом пыталась это переписать с ним же, с Яковлевым. Но всё. Он уже отказался. И я… Значит, так оно и осталось. Так что, если вам придётся послушать его голос, вот из нас мумрит. Вот. Поэтому я потом научилась специально слушать, отключать зрение, отключать чувства по отношению к актёру, чтобы слышать это вот как персонаж, говорит. А ещё был, ещё там был Герд. Это ещё лучшая история. Прямо для этого же мумитроли. Можно расскажу? Да, 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 конечно. Ну, мумитроли играет Герд. Приходит Герд. Встречаемся мы с ним. И я впервые разговариваю с актёром. Да ещё с таким знаменитым. Я, значит, на вытяжку. Вся такая зажатая. И говорю, «Вы читали сценарий? Не правда ли? Там есть что поиграть». Он говорит, «Вы знаете, играть можно всё, что угодно. Даже телефонную книгу». И я понимаю, что сценарий он не читал. Дальше. И говорит, «Вы бывали в Дании?» «Какая Дания? Советский Союз?» Я говорю, «Нет». Он говорит, «Вы знаете, в Дании во время войны, когда фашисты заняли Данию, они велели всем евреям надеть жёлтые повязки, чтобы отличать их. И что вы думаете? Вся Дания одела жёлтые повязки, даже и король Дании. Поэтому там не был убит ни один еврей. И знаете почему? Потому что они выросли на Андерсоне. Это было очень трогательно. И тут же мне, сходя без переключения, говорит, «У вас есть дети?» «Да». «Сколько?» «Один». «Мальчик или девочка?» «Мальчик». «А у него есть отец?» Говорит он вдруг неожиданно. Я вытрущил глаза и говорю, «Ну, как же?» «Конечно». «Ой, да, что это?» «Говорю такое?» «Да, действительно». «Ну, а, значит, он с вами живёт?» Я говорю, «Я, значит, говорю, нет». «Ну, у вас есть хотя бы любовник?» «Говорит он». И я ничего умнее не придумала, как сказать, «Я люблю свою работу». «Кошмар!» «Она любит свою работу!» «Вы слышите такое?» «Да, где можно любить свою работу?» И я, значит, хлопаю глазами, стою, и думаю, потом, «А чё это он?» «Думаю я. Про что это он говорит?» «Я же сейчас всегда точена там, что голос там надо всех». «Думаю, ну что, клеится, что ли?» «Куда он клонит?» «Ну да». «Куда он клонит?» «Да, куда он клонит?» «А он тут, знаете, рассказывает про, какие у него были женщины, как он дружил с их детьми. И думаю, что он клеится, что ли?» И пока у меня в голове там что-то щелкнуло, я засмеяла и сказала, «Я понимаю, у нас впереди большое будущее», сказала я ему, «Пошла». Он просто видел мою зажатость, ему надо было меня так раскурочить. И там он дальше рассказывал анекдоты, всех очаровал. Ну, чудо-природа. Просто прекрасно. Да, кстати, вот это интересно, режиссерские вот эти ходы по этому самому. У нас мы в самой-самой моей первой сценарной мастерской мы снимали учебный фильм. Потом в итоге он так и не вышел, но студенты написали сценарий и сняли, мы пригласили режиссера Пашу Руминова. Вот. И Паша пришел, посмотрел на всех, понял, что в общем профессиональных актеров здесь нет, да, и надо искать способ как-то раскачать. Вот. И он сделал потрясающую вещь. Он снял штаны и дальше ходил в трусах. И сразу все поняли, что нормально все будет. Да, да, да. Я специально потом училась слушать, я уже говорила, да, и потом даже меня там хвалили, что я хорошо работаю с актерами. Да, интересно очень. Вот что касается музыки в анимации. Мне кажется, что музыка в анимации играет гораздо большую роль, нежели музыка в полнометражном кино, да, то есть ее удельный вес гораздо больше. Я вот сейчас просто я навскидку могу только один пример вспомнить. в ежике в тумане, там помните момент, когда вот эти вот бабочки летают, да, и там мелодия, вот она вот такая вот извилистая, да, они летают извилистая, и мелодия летает вот так же извилистая, да. Я там этот кусок несколько раз пересматривал, да, вот мне было интересно просто, как он, вот как ты ставишь задачу композитору, да, у меня бабочки летают вот так вот, напиши мне вот такую мелодию. Как у вас с музыкой дела? Очень хороший вопрос, очень хороший. Я в основном работала, я вот просто с тем же самым композитором, что вы только что назвали, это композитор Нейрович. Это чудо природы вообще. И во-первых, это очень веселый человек, во-вторых, я рассказываю ему, что происходит, и он ищет под это делать тему. Сейчас вот я прихожу к нему домой, он садится за фортепиано, и я ему рассказываю. Вот, значит, у меня, допустим, фильм, Кайро называется, это фильм, ну, японская сказка. Вот, я говорю, вот представьте себе, горы, и там в горах, лестница в горах, и хлещут три водопада одновременно, и по лестнице спускается старик в белых одеждах, одежда развивается, водопады хлещут, сразу с удара начинаете, резкого такого начала. Вот, он ищет тему, так, нет, не так, а у него, он классический очень продвинутый такой человек, он сразу играет классику и говорит, похоже, нет, не так, вот так, похоже. И тогда я иду потом пить чай с его женой на кухне, а он начинает тему в этом роде. Вот так, например, про Домаенка Кузьку, когда Домаенок Кузька, ой, не Домаенок, этот карманник маленький, мелкий, выскочил с кошелька дома и так-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то, такой сучак облуками побежал по комнате, как мышь, вот, и я ему говорю, тут нужна такая мелкая паника, и он, значит, стал искать, вот, нашел, и там даже где-то прослеживается какой-то адрес классический, вот это вот, вот, вот таким образом ищем ритмическую сторону. Больше того, я пишу в режиссерском сценарии прямо по секундам, сколько занимает этот, ну, опыт-то есть мультипликаторский, поэтому я точно знаю, сколько секунд продлится действие, его еще нет, но я уже его там заложила. Правда, не просчитываются голоса актеров, когда они записывают, они говорят, как хотят, иногда я только прошу говорить обычно побыстрее, да, я говорила, темп, темп, ребята, пожалуйста, темп, а они говорят так же медленно, я никак не пойму, в чем дело, оказывается, темп по их понятиям, у нас даже терминология разная, это значит, без пауз говорить, только один закончится, сразу стоишь, вступает, а говорят, они так же медленно, я имела в виду, говорить быстрее, проговаривать слова, вот, такие штуки. потому что время в анимации, оно все-таки более плотное, чем в обычных, а сколько в среднем вообще музыка занимает в фильме, у меня ощущение, что процентов 40 времени, не меньше, а то и больше, то есть вот, если фильм, допустим, да, если он там, шести, шесть с половиной минут, да, то сколько там, минуты три, минуты две, три, в кадре звучит? Нет, там пишется запас, пять минут напишут, как пить дать, вот, потому что не вся она выкладывается, правда, потом, но запас пишет. Понятно, понятно, хорошо, ну а вообще есть такая профессия сценариста анимации, то есть вот есть авторы, которые, да, то есть мы понимаем, сценаризируемые, да, которые вот именно занимаются в основном этим. Да, было очень мало, обычно люди напишут сказку, ну, Козлов, например, да, да, вот, просто вот я сейчас, смотрю, да, я понимаю, что если фильм снимался, там, советское время, да, снимается, если еще попадется режиссер, вот как мне Аня попалась, да, которая там из меня душу два года вынимала за два фильма, вот, но ведь я и гонорар-то получил, типа там, по 30 тысяч за каждый фильм, да, то есть понятно, что, ну, это, это даже не на булавке, да, то есть это такое чисто символически, даже так, на банкет, вот, да, я видела эти фильмы, вы знаете, они, надо сказать, перегружены, именно сцены, есть такое, есть, я согласен сцены, потому что она все сжимала, так что, тут вот, такая штука, но мне затмение больше нравится, мне кажется, золотые яйца, как раз таки, он такой, немножко тяжеловесный получился, вы знаете, вот, не знаю, видели вы фильм или нет, это, мы просто с ней вместе сидели, писали сценарий, и он построен по анимационным правилам, конечно, вот, он, по-моему, «Дождь идет» назывался, «Дождь идет», да, вот, это гениальное кино, я после этого с ней, там, когда начинаются детские рисунки, там невозможно не заплакать, когда там идет, я не помню, то ли медведь плюшевый с автоматом, то ли заяц плюшевый идет, все, в этот момент просто, да, и он, значит, построен над символикой, сплошной, и там, там, значит, просто вытаскиваются чувственные, такие вещи, которые, очень логичные, нет, там по-своему логично, конечно, да. Коллеги, мы говорим о фильме Анны Шипиловой, «Дождь идет», если интересно, найдите, он есть в сети, и можно его посмотреть, я прям настоятельно его рекомендую глянуть. Аня, все, она ушла сейчас в операторы, по-моему, как-то совсем, совсем профессию поменяла, у нее там какие-то призы получают, как оператор, ну, и хорошо, как бы, если нашла себя в этом. Так, да, вот еще, у меня ощущение, что сейчас изменился сам подход к анимационному кино, да, из-за, во-первых, некого удешевления производства, да, то есть мы понимаем, что если ты делаешь анимационный фильм, там, 50 лет назад, то это, либо там, ты двигаешь эту куклу, да, либо перекладку делаешь, да, либо рисунок каждый раз, да, сейчас все это делается на компьютере, есть программы специальные, которые очень все это просто делают, и просчитывают, да, и вплоть до самого там мелкого волоска, можно сделать абсолютно реалистичную фигуру, да, какую-нибудь, не знаю, Академия монстров, там, ну, совершенно просто уникальные эти фигуры сделаны, прорисованы, и анимации стало очень много, да, то есть, и я вижу, что, например, вот Союзмультфильм перезапускает, они перезапустили Простоквашино, и это типа там сезон, ну, я не помню, там 20 серий, например, Петя и Волк, кстати, очень неплохой, мне очень понравился, да, там тоже сезон, где-то там серий, там, тоже серий 20, ну, Смешарики, вообще легендарные, легендарные, легендарное кино, вот как вы относитесь к такому увеличению производства, да, и, скажем так, можно ли сохранять качество при таком увеличении? Интересный вопрос, да, я в свое время поговорила с мультипликатором, женщины очень талантливые, очень много интересного сделчивого, ну, художник-актерка тогда, она делала, она работала в кукольном кино, и ей пришлось перестраиваться, осваивать вот эту вот 3D-шную анимацию, и, ну, она ее осваивала, освоила, она говорит, что нет, играть так мне приходится хорошо, почему, говорю я, а потому что, когда я играю куклой, я играю персонажем, а в данном случае я играю конструкцией, то есть, там она еще не агета, и все, он конструктивный, и у меня нет ощущения настоящести, вот такой вот характера, поскольку я вот тоже бывший мультипликатор, я играла куклами, и сначала, кажется, невозможно, ну, покадровый съем, вот такое медленное движение, фиксация, 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 но этого мало, в кадре персонажей может быть несколько, и все их, всю сцену играет один аниматор, то есть, он должен помнить, голове держать, куда один пошел, как другой реагирует, как третий, и так далее, и это очень такая сложная, тяжелая работа, ну, записывается она там, как последовательно, но в данном случае, с этими вот конструкциями, играть, нет ощущения, что ты играешь персонажем, у меня, когда я выучил все-таки, вот это вот, играть куклами, у меня было ощущение, что я, что это, никакая не техника, я играю, просто медленно, все, не было ощущения, вы сказали про композицию, да, то есть, когда на экране, допустим, несколько фигур, и между ними что-то происходит, а вы знаете, когда вы выстраиваете сцену, да, и вообще, как вы этого добиваетесь, и думаете ли вы об этом, куда в этот момент смотрит зритель? Конечно, конечно, есть режиссерский сценарий, который очень внимательно просматривает, художник помогает, траектория взгляда зрителя по экрану. Да, 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 где главное, ну, зависит еще от опыта, не все настолько опытные, что могут это все учесть, но все-таки, да, думаешь, вот, и интересно, что характер у персонажа, обычно, у него есть биография, актер думает, как это, где он жил, как он стал, таким, в анимации времени этого нет, и половину работы делает буквально художник, почему? Потому что он делает персонаж, на котором прямо написано его, его типаж, его характер, обостренный такой. Аида Петровна, огромное спасибо вам, я с большим, сейчас, правда, у нас же сейчас заблокирован фейсбук в России, но мы делаем вылазку за ВП, и я с большим интересом все по последнее время смотрю ваши фотографии, да, то есть это какое-то ваше, ну, такое, какое-то теплое чувство, такое, да, когда ваши фотографии попадаются в ленте, да, вы очень, они всегда сделаны с какой-то, с каким-то очень таким вниманием и любовью к людям, и они очень оживляют, оживляют ленту, особенно в это тяжелое время. Я очень рад был вас видеть, слышать ваш голос, большое вам спасибо, друзья. А можно сказать, если признать, что, если сравнить кинематограф, большой такой, с прозой, то анимация, это стихи в кино. Я согласен с этим, да, да, вот вы знаете, именно вот, удельный вес смысла, да, он другой. В свое время, в романе Вилтистого, приключения электроника, там было написано, что одна буква прозы, это бит информации, а в стихах одна буква, это полтора бита информации. Я думаю, что это не научно, но что-то в этом есть, да, то есть кадр анимации, он всегда гораздо весомее и убедительнее, чем кадр просто полнометражного фильма. Потому что переводится в образ. Да, да, да. То есть тактика такая. Да. Огромное вам спасибо, друзья, спасибо тем, кто слушал наш эфир, пишите в чате, пишите благодарности. Спасибо, спасибо, Иди Петровне, наконец-то мы с вами созвонились, встретились. Ой, вы знаете, я с удовольствием, если у вас будет еще возможность, я бы разношула отдельно, отдельно. Фикспира, очень интересный супер, давайте еще как-нибудь созвонимся, спишемся. Все, счастливо. Пока-пока.